Приветствую! С вами Павел Ковисов и в этом видео я хочу поговорить с вами о том, как можно найти денежную работу по душе, которая бы вам нравилась. Для того, чтобы вы могли найти такую работу, необходимо, чтобы вы хорошо понимали себя. Логично, потому что если вы себя не понимаете, если вы не понимаете, что вам в жизни ценно, что вы любите делать, что вы не любите делать, что вам нравится, то найти работу, которая была бы вам интересна и приносила вам большое количество денег, шансов практически 0,0. Соответственно, правило номер один. Чтобы найти денежную работу, которая будет вам интересна, вам в кайф, чтобы вам было интересно заниматься, чтобы давал вам интересное большое количество денег, необходимо хорошо разбираться. И здесь может вам помочь система психотипирования, потому что у каждого из вас уже есть сформировавшаяся личность, у каждого из вас уже есть сформировавшийся психотип. И ваш психотип предопределяет то, как устроена ваша психика, Что вам нравится в силу психотипических особенностей, что вам не нравится, к чему у вас есть склонности, от чего вас воротят, к чему вы стремитесь, каким-то видом спорта вам интересно заниматься, какой у вас режим дня, что вам нравится из продуктов, какие вам нравятся отношения и так далее. Потому что чем лучше вы понимаете себя, чем лучше вы понимаете свой психотип, тем проще и легче вам найти то занятие в жизни, которое будет достойно оплачиваться. Но здесь есть одна маленькая засада. Даже если вы знаете свой психотип, у каждого психотипа есть относительно работы и деятельности две потребности. Потребность невротизирующая и потребность гармонизирующая. И когда человек любого психотипа, у него включается невротизирующая потребность, ему в процессе кайфы, ему в процессе хорошо. Но это хорошо наркоманс, когда наркоманс или там вену или как, я, пардон, наркотики не употребляю, как он в себя вливает все больше и больше наркотиков, Ему в процессе, конечно, по кайфу, но потом наступает очень жестокий оттяг, очень жестокий откат. Точно так же стертизируешь потребности. Когда человек в неврозе чем-то усиленнее занимается, ему хорошо, но потом у него начинается дикая ломка. А есть второй тип потребности – гармонизирующая. И вот когда у человека включается в процесс его гармонизирующий, в процессе ему не очень хорошо. Но когда этот процесс оканчивается, человек становится кайфом, человек становится здоровым, человек становится великолепным. Приведу пример для двух психотипов. Первый психотип – это психопаты, мужчины. Психопаты-мужчины – это обычно мужчины очень крупные, не толстые, крупные, здоровые. У них там здоровая бычья шея, у них там, в общем, бицепс, как у меня, ляжка. В общем, они очень ходят так часто, набычившись, смотрят из-под лобби. У них обычно очень много гнева. И невротизирующая потребность для психопатов – это нарушать границы других людей. Это то, чего они вообще прутся, громко разговаривают, орать, пить борды, отнимать у кого-нибудь. Психопаты в этом великолепны. Но чем больше психопат вырушает чужие границы, тем больше состояние невроза он впадает, тем хуже ему становится. Гармонизирующая потребность для психопата, возможно, звучит странно, это иметь какое-то тайное хобби, тайную страсть, про которую не знает вообще никто. Почему? Потому что психопаты – это обычные люди душа на распашку. Они могут трепаться вообще прошлого года. А когда у психопата есть какой-то маленький кусочек жизни, например, один мой знакомый психопат, он покупал золотые и серебряные монеты коллекционные с целью создать большой капитал, чтобы передать их потом своим детям. Это очень сильно гармонизировано. Потому что когда есть какой-то кусочек жизни, про который ты вообще никому не рассказываешь, это мир в душу психопата приносит очень большое спокойствие. Он становится гораздо более гармонизированным. И, например, для психопатов великолепная работа, где они могут раскрыть свой потенциал на максимуме, является работа хирурга. Потому что работа хирурга – это максимально жесткое нарушение грани человека, когда ты берешь скальпель, срезаешь печень, лечешь сердце и так далее. И, соответственно, когда вы знаете свой психотип, когда вы знаете свою гармонизирующую и невертизирующую потребность, вы можете понять, какую жизнь вам простроить, чтобы вам, с одной стороны, невертизирующая потребность дает много кайфа в процессе, но жестокий облом потом, а гармонизирующая потребность в процессе не очень хорошо, но зато потом кайф. Простроить свою жизнь так, чтобы они как раз помогли вам балансировать. Второй пример – маниакальные люди. У маниакальных людей невертизирующая потребность быть всегда правым. Я всегда прав, я вам сейчас всех объясню, всех научу, в общем, кто не с нами, тех накажут. И когда маньяк наслаждает свою правоту, когда он несет истину в массы, когда он вещает, когда он правдоверит, когда он объясняет, ему хорошо, ему покайфует. И вот это пройдет. Но чем больше он этим занимается, тем больше, потому что маниакальные люди – это люди активные и идеологизированные, которым важно донести ценность, идеи для массы людей, начинает так очень сильно страдать их тело. Они начинают прямо выгорать. Они начинают, когда маниакальный человек очень много работает, он обычно забывает отдыхать. И когда он забывает отдыхать, тело начинает болеть. Соответственно, психика устроена очень грамотно. Она как раз для того, чтобы это гармонизировать. Есть гармонизирующие потребности людей маниакального психотипа, которые помогают им чувствовать себя лучше. Первая потребность, которая помогает маниакальным людям гармонизироваться – это забота о других людях. То есть пока маниакальный мужчина один может пахать реально по 16 часов в сутки годами. Для него это норма. Но когда появляется там, не знаю, любимая женщина, когда там, не знаю, рождается ребенок второй, третий, маниакальному человеку там вот 16 часов в сутки работать уже, пардон, не получается. Потому что уже есть люди, о которых он тоже, за которым отвечает, о которых нужно заботиться. И тогда, в общем, внимание маниакального человека, да, для маниакальных людей работа это всегда очень важная часть жизни, но у них появляется еще одна очень важная часть жизни, под названием личное отношение семья. И, собственно, вот эти две ш tier позволяют маниакальным людям вот эту, не знаю, маниакальный человек, срывай с игроками к своей цели в прыгках, позволяет это дело все гармонизировать. И второе, гармонизируя потребность для маниакальных людей, это позволит о себе заботиться. Потому что как раз когда маниакально там… Ну это, собственно, неважно, там маниакальный мужчина, и там рядом женщина, с ним, которые заботятся или маниакально женщины, там мужчина рядом, которые заботятся, который говорит, так, стоп, дорогая, дорогая. время уже там 10 вечера, ты перестаешь работать, точка. Мы сейчас, там у нас вечернее чаепитие, а потом идем спать. А в воскресенье мы с тобой идем гулять, пешочком, на природе. Никакой работы, никаких совещаний, никаких поездок, никаких модернеров, тебе нужно отдохнуть. Маниакальные люди обычно этого очень не любят, они ворчат, тогда они пытаются забыться, вроде от этого отбрыкаться, но на самом деле в этот момент внутри им кайф. Потому что фу, слава тебе Господи, разрешили не работать, то есть можно расслабиться, можно там подделать что-то по нему работать. Соответственно, когда вы знаете свой психотип, когда вы знаете свою гармонизирующую, невротизирующую, гармонизирующую потребность, вы можете простоствовать свою жизнь так, чтобы у вас была интересная работа, которая вам в кайф, которая вас не выжигает, и которая приносит вам много денег, и чтобы эти деньги позволят вам вести именно тот образ жизни, который вы хотите. Так что, если вам интересно разобраться в этой теме, разобраться, какие есть психотипы, какие у них есть особенности, как их можно определять просто по внешнему виду, Я приглашаю вас на мой бесплатный онлайн-марафон. Информация об этом марафоне находится ниже под этим видео. Регистрируйтесь прямо сейчас. Приходите, все расскажу, подробно разберемся, чтобы вы начали отбираться с этой теми. Потому что, на мой взгляд, понимание своих сильных, слабых сторон, понимание сильных, слабых сторон партнеров, вообще людей вокруг, это один из ключевых успехов в жизни. Почему? Потому что все ресурсы в этой жизни мы получаем только через людей. Мы напрямую не получаем практически ничего. Мы все получаем через людей. И чем лучше вы понимаете других людей, тем проще и легче вы получаете ресурс, который вы хотите. И точно так касается вас самих. Чем лучше вы понимаете сами себя, тем проще вам от самих себя вы получаете результат, который вы хотите. Так что, если вам интересна эта тема, если вам интересно разобраться в себе, в окружающих людях, и понять, чем заниматься дальше под жизнью, я приглашу вас на онлайн-марафон. Информация ниже под этим видео. Регистрируйтесь, пожалуйста, прямо сейчас. Приходите, все расскажу, будет очень-очень интересно. Благодарю за внимание. С вами был Павел Колесов. Мой персональный сайт pavelkorekolesov.ru И да пребудет с вами сила и любовь. До следующих встреч. Счастливо. До встречи с марафоном.